Какая профессия требует высокой компетенции, безусловного призвания и огромного терпения? От людей какой профессии зависит будущее страны? Конечно же, от учителя. Именно они создавали и продолжают формировать новые и новые поколения жителей Тверской области. Тех, которые закончили вузы, работают на заводах, на стройках, ученых, специалистов в области информационных технологий. Именно от школьного обучения и воспитания зависит, насколько наша страна сильна и самостоятельна. Светлана Скрябина, еще будучи ребенком, мечтала стать учителем. И мечта ее осуществилась. Уже 29 лет она работает в первой гимназии Бежицка, учителем русского языка и литературы. Профессия учителя, несомненно, очень важна. В первую очередь, это желать работать, любить детей, знать хорошо свой предмет и уметь его преподнести детям и верить в своих учеников. За свой труд Светлана Скрябина была удостоена звания почетный работник сферы образования Российской Федерации. Награду вручил губернатор Тверской области. У каждого человека сегодня был или есть свой любимый учитель. Благодарность педагогам мы храним всю жизнь. Ирина Осипова со слезами на глазах рассказывает о своих выпускниках, которых за почти 30-летний стаж немало. Важно любить детей, рассказывает учитель географии. И тогда они будут отвечать тем же. Я сегодня ехала сюда, и мои дети, мои выпускники присылают большие и такие теплые слова. У меня просто слезы на глазах наворачивались. Меня водитель смотрит, почему я плачу. Я говорю, я плачу, потому что вот дети пишут, и мне настолько это приятно. Мы скучаем, мы вас очень любим. Вы наша настоящая мама. Нагрудный знак за верность профессии Ирине Осиповой вручил губернатор региона. Учитель — это не профессия, это миссия, считает Елена Крылова. В ее семье много лет назад образовалась целая педагогическая династия, которую начал ее прадед Федор Михайлович Суворов. Это человек, который любил детей, который отдавал свою душу детям, свое сердце. Стремился всегда к тому, чтобы вырастить настоящего гражданина, патриота своей страны. И сам был патриотом, потому что принимал участие в Великой Отечественной войне и отдал жизнь свою за родину. Сама Елена Крылова в профессии почти 30 лет. Работает в той же школе, что ее прадед — Молотутская среднеобщеобразовательная школа. Сегодня в ней обучается 39 детей. Ее деятельность не осталась незамеченной. В профессиональный праздник педагога наградили знаком губернатора Тверской области во благо земли Тверской. Тверская земля во все времена славилась выдающимися учителями и организаторами образования. Глава региона отметил, сегодня по инициативе президента России возрождается суверенная национальная система образования. Возвращается тот опыт и традиции, когда школа давала ученикам не только знания, но и обучала востребованной специальности, воспитывала патриотов. Губернатор поздравил теплыми словами весь свет педагогического состава Верхней Волжья. Сегодня учителя, преподаватели, воспитатели Тверской области достойно продолжают педагогические традиции, сделавшие нашу систему образования одной из лучших в мире. Отдавая своему делу частицу души, вы преподаете ученикам важнейшие уроки для их будущего, смысл которых – это готовность развития, защита нашей Родины, сохранение нашей исторической правды, а главное – сохранение нашей российской души. Благодаря вам вырастают новые поколения достойных граждан России на основе именно традиционных ценностей нашего народа. Поздравил педагогов с праздником председатель законодательного собрания Тверской области. Вы вырастили настоящих сынов своего отечества, настоящих героев. Многие наши вчерашние выпускники сегодня достойно сражаются, мужественно выполняют свой воинский долг. Это говорит о верном направлении, которое в целом даёт нам наше образование, формирует гражданскую позицию подрастающего поколения и уважение к историко-культурному наследию России и нашим традиционным ценностям. По профильному национальному проекту и региональным программам ведётся модернизация, ремонт и оснащение современным оборудованием детских садов, школ и колледжей, строительство новых учреждений в регионе. С 2019 года в Тверской области открыто 13 новых детских садов, 3 школы. Ведётся строительство ещё 5 школ. Двух в Твери, по одной в Максатихе, Дмитровой горе и Вахонина. После торжественной церемонии для учителей был организован праздничный концерт.